В эфире программа слияния поглощения на первом деловом. С вами Евгений Бенца. Здравствуйте. Еще один вклад в развитие электромобилей. Китайская компания SF Motors покупает у американской AM General сборочный завод South Bend. Он расположен в Северной Индиане. По завершению сделки в модернизации предприятия будет инвестировано 30 миллионов долларов, что позволит наладить выпуск электромобилей. Компании не озвучивают сумму сделки и коммерческие планы. Известно только, что китайская сторона намерена развернуть на заводе производство электромобилей следующего поколения. Особо отмечается, что продажа завода South Bend не помешает основному бизнесу AM General производству армейских транспортных средств. Сделка между китайской и американской компаниями позволит сохранить 430 рабочих мест. Компания AM General известна как разработчик и производитель легендарного армейского внедорожника Willis GP, для которого американцы придумали прозвище Jeep, давшее имя автомобильному бренду Jeep. В наше время компания прославилась разработкой и выпуском военного многоцелевого транспортного средства HMM-WV, ставшего прототипом брутальных внедорожников Hammer 1 и Hammer 2. С 2015 года на заводе South Bend осуществляется сборка однообъемников Mercedes-Benz R-Class, предназначенных для китайского рынка. Однако этот контракт истекает в октябре. SF Motors со штаб-квартирой в Силиконовой долине была основана китайской автомобильной компанией-производителем комплектующих Chongqing Socon Industry Group. В настоящее время SF Motors ведет исследовательскую работу в области электромобилестроения. Консультантом SF Motors является Мартин Эберхар, соучредитель SEO-компании Tesla Motor. Кроме того, в американском офисе китайские компании работают многие инженеры, перешедшие в SF Motors из Tesla. Компания Фридмана купит британскую сеть магазинов здорового питания Holland & Barrett. Цена 1 миллиард 800 миллионов фунтов. Сделка завершится к сентябрю этого года при условии получения одобрения от регулятора. Holland & Barrett продуктовая сеть состоит из 1150 магазинов. Более половины из них находится в Великобритании, также на представленном Нидерландах, Китае, Индии и Арабских Эмиратах. Выручка Holland & Barrett в прошлом году до вычета налогов и амортизаций составила 610 миллионов фунтов. Прибыль 150 миллионов. Концерт Volkswagen продает мотоциклетное подразделение Ducati. Потенциальных покупателей 2. Американская фирма Harley Davidson и индийская Bajaj Auto. Сумма сделки оценится экспертами полтора миллиарда евро. Ducati самое позднее приобретение Volkswagen Group. Мотопроизводитель вошел в состав германского автоконцерна в 2012 году и был отдан в управление Audi. В 2015 вокруг Volkswagen разгорелся дизельный скандал, из-за которого группа поднесла большие финансовые репутационные потери. В качестве одной из мер по стабилизации финансового положения неофициальными источниками называлась возможная продажа некоторых входящих в концерт марок, а именно Bentley, Lamborghini и Ducati. Но два года назад руководство Volkswagen на такой шаг не решилось. Бренд текилы Georgia Clooney CosaMigas купят за 1 миллиард долларов. Покупатель британский производитель алкоголя премиум класса De Geo. Это крупнейшая четвертая сделка для компании, которая отмечая возрождение тренда на текилу и приобретает производящую текилу компании высокого ценового сегмента. 700 миллионов долларов De Geo заплатит, когда сделка закроется, остальные 300 миллионов будут выплачены в течение 10 лет. В портфеле компании уже есть один бренд текилы Don Julio, куплен в 2016 году, который показал двойной рост продаж в первой половине прошлого года. Британская компания планирует оставить Clooney и его партнеров в совете директоров и использовать его популярность для рекламы CosaMigas. В De Geo считают, что им хватит четырех лет для того, чтобы выйти в прибыль. CosaMigas Джордж Клунь основал вместе с мужем Синди Кроуфорд Рандом Джербером и девелопером Майком Мелдманом в качестве сайт-проекта. Но уже в 2016 году состоятельные покупатели приобрели 120 тысяч бутылок CosaMigas в основном в США. Американская нефтегазовая компания QT покупает конкурента Rice Energy. Сумма сделки 6 миллиардов 700 миллионов долларов. В результате будет создан крупнейший производитель природного газа в США. В рамках сделки акционеры Rice получат 37 сотых обыкновенной акции AQT и 5 долларов 30 центов наличными. AQT возьмет на себя около полтора миллиарда долларов чистого долга Rice. Это одна из первых за последние годы крупных сделок по слиянию и поглощению в американском секторе добычи углеводородов. Nutrien Ltd. Так назовут компанию, образованную после слияния Potash Corp и Agrium. Стоимость слияния двух североамериканских гигантов была 26 миллиардов долларов. Всего для конкурса на создание нового имени сотрудники как Agrium, так и Potash Corp направились свыше 4 тысяч идей. И вот спустя 10 месяцев после объявления о начале сделки имя выбрано. Nutrien сопровождается слоганом «питание будущего». В таком виде максимально отображается идея о том, что деятельность компании направлена на увеличение фермерской продуктивности, чтобы решить проблему по обеспечению пропитанием растущего мирового населения. Считают в компаниях. Финские строительные компании YIT и Леменькьянин объявили о слиянии. Это решение было принято после смерти Юха Вяпта, генерального директора Леменькьянин. В заявлении компании говорится, что слияние стало естественным шагом развития. Это ответ на изменившееся покупательное поведение, стремление повысить конкурентоспособность и усилить устойчивость к конъюнктурным колебаниям. Оборот каждой из компаний в 2016 году составил около 1,7 млрд. евро. Операционный прибыль Леменькьянин – 67 млн. евро. YIT – 17 млн. Финский строительный концерт Леменькьянин существует с 1910 года. Свой первый проект в России – два промышленных предприятия в Кастамукше. Компания реализовала в 70-х годах прошлого века. Компания занимается строительством жилых, промышленных и общественных зданий. Одна из знаковых построек концерна в Петербурге – водохранилище государственного эрмитажа в районе метро Старая деревня. Это была программа «Слияние поглощения» на Первом делом телеканале. Оставайтесь с нами.